Деду было 73, а Петьке внуку 13. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили. Больше всего на свете они любили кино. Но половина дедовой пенсии уходила на билет. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке, ухайдакали мы с тобой пять рубликов. Петька для приличия делал удивительное лицо. Ничего, прокормит, говорил дед. Имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу. А нам с тобой это для пользы. Садились всегда в первый ряд. Дешевле, и потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердито шипел. Ты чего хохочешь, как дурак? А как он тут сказал, слышал? Спрашивал дед. Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо. Не снижая темпов. Хех, негромко смеялся дед над собой. А мне не так показалось. Иногда дед плакал, когда кого-нибудь невинного убивали. Эх вы, горько шептал он. Эх вы, люди. И сморкался в платок. Вообще он любил высказываться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал. Вот черти, ты гляди. Гляди как... Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой. В молодости, говорят, он охотник был подраться. И умел. Не, вон тот вот не, этот слабый. А вот это ничего, верткий. Впрочем, фальшь чуял. Ну, обиженно говорил он, это они понарошки. Кровь же идет, возражал Петька. Так кровь, ну и что? Нос, он же слабый. Дай потихоньку, и кровь пойдет. Не в том дело. Чего себе не в том дело. Конечно, не в том. На них шикали сзади, и они умолкали. Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов. Дед был категоричен до жесткости. Хреновина, заявлял он, так не бывает. Почему не бывает? А что, тебе разве этот парень глянется? Какой парень? С гармошкой-то, который в окно лазил. Он не лазил в окно, поправлял Петька. Он точно помнил все, что происходило в фильме. А дед путал. И это раздражало Петьку. Он только к окну лез, чтобы спеть песню. Ну, лез, я вон один раз помню, полез было. А что, он тебе не глянется? Спросил Петька. Кто? Кто-кто? Парень-то, который лез. Сам же заговорил про него. Не вот настолько, дед показывал кончик мизинца. Ваня дурачок какой-то. Поет, ходит и поет. У нас был такой. Все пел, ходил. Так он же любит, начинал нервничать Петька. Ну и что, что любит? Ну и поет. А? Ну и поет, говорю. Да его бы давно на смех подняли такого, резонил дед. Ему бы проходу не было. Он любит. Когда любят, стыдятся. А этот трезвонит, ходит по всей деревне. Как аж дура пойдет за него. Он не серьезный парень. Мы вон, помню, погрянется девка. Ты ее за две улицы обходишь. Потому что совестно. Любит. Люби на здоровье. Но зачем же? Чего зачем? Удивлялся Петька. Зачем людей смешить? Мы вон, помню. Опять мы. Мы. Сейчас люди-то другие стали. Нервничал Петька. Чего это они другие стали? Возвращал дед. Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков? Это ж кино все-таки. Нельзя сравнивать. А я и не сравниваю. Я говорю, парень не похожий. Вот и все. Стоял на своем дед. Так всем же глянется. Смеялись же. Я-то и то смеялся. Ты маленький еще, потому тебе смешно. Я вот небось не засмеюсь, где попало. Со взрослыми дед редко спорил об искусстве. Не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался. Один раз только крепко схлестнулся со взрослыми. И этот единственный раз навлек на его голову беду. Дело было так. Посмотрели они с Петькой картину, комедию, вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам. И ведь что обидно? Сами ржут, черти. А тут сидишь хоть бы ханы, даже усмешки нет, горько возмущался дед. У тебя была усмешка? Не было, признался Петька. Один раз только, когда они с машиной перевернулись. Ну вот и я говорю, а ведь мы же деньги заплатили, два рубля по-старому. А они сами посмеялись и все. Но главное, пишут комедия. Комедия. По зубам за такую комедию надавать. Домой пришли злые. А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки с мужем из города. И вот все сидят, смотрят телевизор. Дед и Петька не переваривали телевизор. Это я когда еще холостым был, а брат Микита женился. Так вот я любил к ним в горницу через щелочку поглядывать. Так и телевизор ихний. Все вроде как подглядываешь, сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи. Вот значит сидят, все смотрят. Петька сразу ушел в прихожую учить уроки. А дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизионную мельтешню и заявил, хреновина это так не бывает. Отец Петьки обиделся. Дядь, ну ты помолчи, но не мешай. Нет, это любопытно, сказал городской вежливый мужчина. Почему же так не бывает, дедушка? И как именно не бывает? А? Да он не дослышит у нас, пояснил Петькин отец. Я спросил, почему так не бывает? А как же бывает? Громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь. Дед презрительно посмотрел на него. Вот так и не бывает. Ты вот смотришь, думаешь, что он правда плотник. А я когда глянул, сразу вижу, никакой он не плотник и даже топор правильно держать не умеет. А не у нас критики с Петькой, сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон. Любопытно, опять заговорил городской. А почему вы решили, что он неправильно держит топор? Да потому что я сам всю жизнь плотничал. Почему решили? Дедушка встряла в разговор Петькина тетя. Да разве в этом дело? В чем? А мне вот гораздо интереснее сам человек, понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник. Это актер. Но мне, Инте, мне гораздо интереснее. Вот такие пишут на студии. Опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные. Все знали. Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило. Тебе не важно, а мне важно, отрезал он. Тебя им надуть пара пустяков, а меня не надуют. Городской засмеялся. Получило? Петькина тетя тоже усмехнулась. Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда. Тебе ведь трудно угодить, тядь, сказал Петькин отец. Иди лучше к Петьке, помоги ему. Склонился к городскому человеку и негромко пояснил. Помогает моему сыну уроки учить, а сам не в зуб ногой. Спорят друг с другом. Умора. Любопытный старик, согласился городской человек. Все опять стали смотреть картину. Про деда забыли. Он стоял сзади, как оплеванный. Стоял еще немного и пошел к Петьке. Смеются, сказал он Петьке. Кто? Да вон, дед кивнул в сторону горницы. Ничего говорят, ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают. Не обращай внимания, посоветовал Петька. Дед присел к столу, помолчал, а там опять заговорил. Ты, говорят, дурак из ума выжил? Что, так и сказали? А? Так и сказали на тебя, дурак? Смехаются, сидят. Они шибко много понимают. Дед постепенно заводился, как выражался Петька. Не обращай внимания, опять посоветовал Петька. Приехали, грамоти. И дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел. Пришел через час пьяный. О, удивился Петька. Дед редко пил. Ты чего это? Смотрят, спросил дед. Смотрят. Не ходи к ним. Дай я тебя раздену. Зачем напился-то? Дед грузно опустился на лавку. Они понимают, а мы с тобой не понимаем, громко заговорил он. Ты, говорят, дурак, дедушка. Ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают. Денег много, дед уже кричал. Если много, не подымай нос. А я честно всю жизнь горбатился. И я же теперь сиди помалкивай. А ты сроду топора в руках не держал. Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор. Петька растерялся. Не надо, дед. Дай я тебя разую. Ну их. Нет, постой. Вырывался дед. Я ему скажу. Он хотел встать, но Петька его удержал. Финтифлюшки городские. Дед как будто успокоился и притих. Петька снял с него один сапог. Но тут дед опять чего-то вскинул голову. Ты мне усмешечки строишь? Опять глаза его безрассудно заблестели. А я тебе одно слово могу сказать. Взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его. Дед вошел в горницу, размахнулся со всей силы и запустил сапогом в телевизор. Вот вам, суки. И плотником вашим. Экран разлетелся в дребезги с грохотом. Все поскакали с мест. Петькина тетя закричала. Усмешечки строить, закричал дед. А ты когда-нибудь топор держал в руках? Петькин отец хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять изгнула. Улетела на улицу. Петькин отец все-таки одолел деда. Заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем. Удосужил ты меня, родитель, зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. Спасибо тебе. Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла. Удосужил ты меня, все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился. Дед лежал на полу лицом вниз, терся бородой окрашенную половицу и кричал. Ты мне усмешечки, а я тебе одно слово. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. Если я дурак, как ты говоришь. Да разве я так говорил, спросил городской мужчина. Молчите, сказала мать Петьки. Он сейчас совсем оглох, бессовестный. Вы меня с собой за стол сажать не хотите. Это ладно. Но ты мне пускай, кричал дед. Скажи, ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? Ты мне говоришь, я в плотниках не понимаю. Да я полдеревни руками построил. Удосужил, приговаривал отец Петьки. Тут вошли Петькина тетя, милиционер, здешний мужик. Ермолай Кибяков. О, воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. Ты чего, дядь Тимофей? Удосужил меня на радостях-то, сказал отец Петьки, поднимаясь. Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок, смотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал, пусть там переночует. Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу. Дед притих. Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил за скоруслой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влело. Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч, одна тысяча, он с какого года рождения? С девяностого. Одна тысяча девяностого года рождения, плотник в бывшем, сейчас сидит на пенсии, особых примет нету. Вышеуказанный Тимофей 25 сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор и гости еще были. «Как кинофильм назывался?» спросил милиционер. «Не знаю», пояснил отец. «Мы включили, там уже шло. Про колхоз. Заглавия не помню». Тимофей тоже стал смотреть телевизор, потом сказал, «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея отправиться, но он продолжал возбужденное состояние, опять сказал, что таких плотников не бывает, вранье, дескать. Руки, говорит, у плотников совсем не такие и стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог и произвел удар по телевизору. Старший сержант милиции Кибяков. Ермолаев встал, сложил протокол вдвое, спрятал планшет. «Пошли, дядя Тимофей». Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся его защищать. «Куда вы его?» Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся. «Ча мы его в тюрьму посадим. Жалко тебе дедушку-то?» Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать. «Ничего с ним не будет. Чего ты плачешь? Переночует? Завтра стыдно будет». Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать. «Петенька, да ты что? В отрезвитель его. Скоро придет. Знаешь, в Москве у нас сколько таких водят». Петька вспомнил, что это она. Тетя привела милиционера. Грубо оттолкнул ее, залез на печку и долго там еще плакал, откнувшись лицом в подушку.